В районе Юхариной Балки два десятка садовых товариществ. Здесь проживает около тысячи человек. Просто изгой. Как по электричеству, как по воде. Сделали дорогу, большое спасибо, это замечательно. Действительно, в конце 2021-го здесь завершили асфальтирование грунтовой дороги. Люди добивались этого более 10 лет. Тогда же заговорили о запуске полноценного движения общественного транспорта. В середине марта этого года жители частного сектора в Юхариной Балке дождались. К ним начали ходить автобусы. Проблема на сегодняшний день есть по 65 маршруту, который к нам запустили, за что огромное спасибо. Сделали хорошую дорогу, сделали остановку. Но маршрут у нас всего два рейса с утра и два рейса вечером. Два рейса с Юхариной Балки, они идут в 7.30 и 8.15. Проблема в том, что эти рейсы не охватывают основную часть тех, кому действительно эти рейсы нужны. Из-за малого количества автобусов, курсирующих между пятым километром и Юхариной Балкой, многие жители вынуждены пешком добираться через летное поле до остановки общественного транспорта и уже там садиться на регулярные маршруты. У школьников нет возможности возвращаться днем домой. Рейсов нет. То есть основной путь это доезжаем до Газовой. С Газовой мы идем 2 километра пеша. Куча змей, бродячие собаки. Отпадает у родителей возможность дополнительного образования внешкольного для детей. Почему? Потому что родители работающие. Возможности ездить, забирать, провожать нет. Нужно хотя бы 5 маршрутов на день. 6. Утро, обед, день, вечер. Ну вот так. Но это необходимо. Почему у нас Юхарина Балка и сгой? Ну почему? Почему фиолентовские СНТ все обеспечены транспортно? Почему обеспечена Балка Бермана? Которые там маршруты, эти автобусы летают через каждые 20 минут. А у нас 2, утром и вечером сделали. 22 мая на заседании правительства, исполняющей обязанности директора департамента транспорта и развития дорожно-транспорта и инфраструктуры Севастополя, Станислав Томатаев доложил губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, что количество рейсов на маршруте номер 65 увеличат вдвое. До 16 автобусов в день. Но там люди просят, не жадничайте, один автобус нормальный поставьте, не топик, а один нормальный городской автобус, хотят, чтобы там был у них. Хорошо. Проработайте вопрос оперативно до изменения схемы, хорошо? Да, конечно. Дорога на работу и обратно, за покупками и по другим ежедневным делам – испытание не только для пешеходов. Есть еще проблема с выездом на Камышовое шоссе. По правилам дорожного движения мы выезжаем только направо в сторону огурца. Сейчас на огурце перекрыли одну полосу у нас, и на Камышовом шоссе все время скапливается пробка огромная. То есть каждое утро, в 8 утра я выезжаю на работу, я от выезда нашего на Камышовое шоссе встаю в пробку и встаю до самого огурца. Соответственно, вечером я еду с работы, снова встаю в пробку, чтобы доехать до поворота на Юхарину балку. Автовладельцы предлагали организовать поворот налево при выезде с Юхариной балки на Камышовое шоссе. Сотрудники Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя сообщили, что выполнение левых поворотов с пересечением двух и более полос движения является потенциально опасным маневром. Далее цитата. На таких примыканиях для минимизации числа конфликтных точек и предотвращения дорожно-транспортных происшествий, а также снижения задержек участников дорожного движения запрещены повороты налево и развороты. Дорожная разметка нанесена согласно схеме организации дорожного движения. Активисты предлагают другой способ объезда дорожного затора. С Юхариной балки просится прямо выезд налево, но мы обращались неоднократно в чат губернатора, где нам все время говорят, что правилами дорожного движения не предусмотрен выезд через две полосы. При этом, допустим, на Камышовом шоссе есть Севастопольский автодор, есть развороты через две полосы, и там это возможно. Но нам почему-то все время запрещают. Если поставить, к примеру, светофор, который будет регулировать движение налево, то вполне можно было бы выезжать. В этом густонаселенном частном секторе транспорт не единственная проблема. Владельцы участков в Юхариной балке годами не могут провести к своим домам электричество. К тому же случается постоянный перебой с водой. У меня техусловия были получены в феврале 2022 года. Срок у меня выполнения техусловий, мероприятий по техусловиям был один год. То есть, соответственно, в феврале 2023 года срок вышел, ничего не изменилось. Электричества у нас как не было, так и нет. Они ничего нам не говорят, они просто выполняют техусловия, но настолько медленно, что все сроки они уже истекли, до сих пор ничего не сделано. Столбы поставили они в декабре 2022 года, сейчас май. В мае выясняется, что столбы поставили неправильно. Где они были полгода? Почему полгода назад нельзя было выяснить, что они поставлены неправильно? По телевизору говорят, что уже с водой у нас все в порядок, наладилось с водой. А что же мы вот такой большой, мы находимся в черте города. Это город, район города. И нет воды. Со цветом плохо. Почему к нам так относятся? Почему мы такие изгои, как люди говорят? 11 мая жительница садового товарищества в Юхариной балке обратилась к губернатору Севастополя во время прямой линии. И попросила повлиять на процесс подключения домовладений садовых товариществ, находящихся в этом районе, к электросетям. Михаил Развожаев пообещал разобраться в проблеме. Антон Шлячков, Ксения Богинская, Юрий Реутин, Севинформбюро.